иди показывай где будет стоять стол стол какой будет стол большой до чтобы все сидели за столом где ты будешь посуду мыть как ты будешь мыть покажи вот так а где же холодильник будет стоять вот здесь андрюх тебя никто не видит и не слышит тогда когда-то раненая птица с необычным птенцом сегодня уверенная в себе и своем 13-летнем сыне женщина анна курмакаева когда родился ее андрей она не знала куда идти как растить и воспитывать ребенка с одной лишней хромосомой но все это давно в прошлом много чего сошлось просто вот в нашей судьбе на моем пути встретились те люди с которым наш жизненный путь совпал и интересы совпали и возможности и наши совместные усилия для большого огромного дела для ребят с особенностями развития сегодня анна сотрудник гармонии центра который растет вместе с ее сыном и другими особенными детьми в 2018 году муниципальную постройку 1937 года центру отдали в безвозмездное пользование еще год назад здание выглядело удручающе сейчас все помещения будущего центра по фокина 19 а преобразились средства на самые грязные работы демонтаж ветхих конструкций старого водопровода канализации некоммерческая организация собирала всем миром все выходные здесь трудятся родители подопечных центра их друзья неравнодушные люди появилось основание пола пол залит появились стены обшиты гипсокартоном появилось отопление появился водопровод ну именно разводка здесь появилось электричество стены мы уже шпаклюем это значит что мы скоро выходим на покраску пол заливаем она чисто значит скоро мы постелем сюда линолеум двери мы заказали они уже пришли нам их надо забирать потолок насколько я знаю уже тоже заказан и соответственно значит скоро нам его начнут монтировать останется только вопрос с откосами ну и собственно говоря можно будет выезжать средства фонда президентских грантов пошли на внутреннюю отделку помещений не хватало совсем немного на обои и краску для кухни где ребят обучат готовить мыть посуду накрывать на стол анна кормакаева в свой день рождения на страничке вконтакте объявила сбор 91 тысячи рублей в первый день когда мы собрали больше половины суммы я не знаю действительно был самый лучший на день рождения в моей жизни и как будто этого количества вообще стой на не знаю скоростью как увеличивалась сумма сбора и то что мы в итоге закрыли за три дня сумма была немаленькая девяносто одна тысяча для меня это будут нужны за я прыгала так правда это было очень эмоционально я очень обрадовалась тому количеству людей которые поддержали мою идею мы купили линолеум дверь получается но мы сейчас ждем когда закончат шпаклевать стены и будем закупать краску ну в принципе как бы все аня да это настоящая правая рука это опора это поддержка это возможность встать на позицию родителя услышать мнение родителя беспристрастных иногда критичная это возможность посоветоваться с таким человеком ну и потом аня по своей организации очень такой структурированный человек и когда начинает заносить в мечтах в мыслях в каких-то может быть тревогах она позволяет приземлиться и выстроить какую-то структуру стабильную на которую можно потом опираться андрей курмакаев перешел седьмой класс после девятилетки пойти ему было бы некуда поэтому анна и другие родители так целенаправленно строят и благоустраивают дом где их дети смогут реализовать себя для детей которым нужен особый так в кавычках присмотр сопровождение ну как вы с этим очень все сложно и вот поэтому мы начали проект строим гармонию где здесь ребята будут проводить максимально свое свободное время с пользой и жить повседневной жизнью как и мы с вами нашем старом помещении тот прошлый учебный год у нас было 127 семей группа взрослеющих ребят ну которые входят в проект сопровождаемое взросление их около 48 ну и соответственно разные возрастные категории вот в сумме это 127 здесь будут и помещения для мастерских ребята научатся лепить из глины валять из шерсти готовить мыло в планах еще оборудовать помещение под швейное дело ткачество и типографию одно из многофункциональных мест здесь спортзал когда ребят планирует какую-то спортивную или двигательную активность мы можем прийти сюда или на улицу за окном у нас будет спортивная площадка при хорошей погоде мы туда можем уйти а когда дни пасмурные или дождливые или холодные мы можем оставаться здесь и здесь вместе играть подвижные игры и у нас есть прекрасная программа мы вошли в лигу мечты это московская организация фонд сергея белоголовцева который оказывает поддержку людям с особенностями развития и при поддержке этого фонда у нас появилось прекрасное направление подвижные игры вот мы привезли сюда в брянск керлинг ребята с удовольствием играет в керлинг очень интересная игра она адаптирована под наших воспитанников пока взрослые строят гармонию ребята радуют своими успехами одно из главных достижений мальчишек из гармонии футбол в начале года команда из брянска где андрей нападающий съездила на кубок легенд в москву мы съездили на тренировку к московским ребятам с ними познакомились поближе с московским к московским командам ребят сен да да ребят с синдромом дауна мы на следующий день уже непосредственно у нас были матчи с легендами мирового футбола но это было что во первых это мега спорт это у нас была отдельная раздевалка где было написано брянск и где организаторы вы мы себя реально чувствую какими-то звездами вот ну те эмоции которые мы пережили они наверное глубже чем просто участие это еще раз подтверждает что у всех детей интересы схожие и даже если ребенок особенный его тоже можно замотивировать и обучить практически всему буквально на прошлой неделе нам позвонили с фонда синдром любви это как бы организатор этого турнира один из организаторов нас приглашают в конце октября на неделю на всероссийские соревнования по мнению футбола среди людей синдром дауна в сочи мы всей командой до выезжаем все это стало возможным для мамы особенного ребенка которая сделала уже немало и продолжает сворачивать горы ради благополучия сына все занятия со специалистами в гармонии не прошли даром андрей взрослеет с ним а не комфортно даже в путешествиях супер открытие для нас было что мы съездили всей семьей в питер и вы знаете никогда не думал что с детьми можно реально отдыхать и весело проводить время то есть у нас столько было приколов каких-то но интересных моментов но для меня честно это было открытие да и ну как бы мы отдохнули с удовольствием и это я считаю результат большого 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 труда педагогов и моей семьи и вот мы сейчас принципе можем жить обычной повседневной жизни у нас все для этого есть и чтобы однажды запущенный маховик не останавливался некоммерческая организация центр гармония продолжает совершенствовать свою работу в школе трансформация педагоги учатся рассказывать о своей деятельности широкому кругу людей среди которых меценаты спонсоры действующих и будущих проектов и обучающих программ наша программа еще не раз расскажет о новых достижениях невероятно сильных духом людей родителей и их необыкновенных талантливых ребятах и